Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, что еще в Нигерии, это такая страна в Африке, 20 лет назад проводились исследования по совмещению триходермы и сенной палочки. И это в Африке. И вот, наконец-то, свершилось. Нашлись люди, которые, наконец-то, и у нас в стране начали создавать комплексные препараты. Те препараты, которые совмещают в себе то, что полностью обеспечивает растения и уходом, защитой, и питанием. И вот, наконец-то, все природное взято из самой природы, очищено, размножено, проверено по всем ГОСТам. И вот это самое главное и первое. Все абсолютно безопасное. Не надо в комментариях, чтобы я буквально не слышал этих вопросов. Опасно, безопасно, все безопасно. Но, чтобы вы понимали, конечно же, это никому не должно приходить в голову употреблять. Все на уровне безопасности навоза. Да-да-да, тот препарат, который мы все считаем идеальным, нахваливаем для подкормки растений, все самое, ну, никому не придет в голову его пробовать, ведь правда же. Все эти препараты нанесены на минеральную основу. То есть, я сейчас скажу, общее для всех этих новых, вновь появившихся на рынке препаратов, общее у них именно минеральная основа. Что это значит? Это значит, что фундаментом этих препаратов, основой служат минеральные гранулы. Они уже насыщены физиологическими уровнями микроэлементов. И они выступают в роли ионообменников. Что это такое? Ну, это как банк, который накапливает вклады, а потом по требованию их выдает тому, кто это требование предоставит. То есть, если у вас в почве рядом с растением появились какие-то новые минеральные вещества, вы случайно пересыпали удобрений, эти гранулы их поглотят, а потом будут постепенненько выдавать их растению тогда, когда это будет нужно. То есть, я клоню к чему? К тому, что сами минеральные гранулы, входящие в состав этих препаратов, уже несут пользу. Это тоже уже должно закрыть вопрос о том, насколько полезны эти препараты с точки зрения нанесения их на минеральную основу. На данные гранулы, в этих препаратах нанесены бактерии, грибы, согласно целям их использования. Это все сделано для того, чтобы максимально было просто, максимально было понятно. Стоите вы у прилавка, и вы подходите, читаете слово. Стремительный рост, микоризные грибы. Ну, кажется, что из этого непонятно. Мы уже, на самом деле, устали, наверное, носиться за этими микоризными грибами в последнее время. А что, только о них не говорят. Где их взять? Какие лучше? Да они вообще везде, оказывается, есть. Везде они есть. Где ни копнешь, везде эти микоризные грибы есть. Спрашивается, зачем делать отдельный препарат и хвастаться тем, что там находятся эти грибы? Да все очень просто. Люди тоже везде есть. И здесь, по городу, и на островах Тихого океана. Но там есть до сих пор каннибализм. Это я к чему говорю. К тому, что все люди разные. Это самое главное, что я вам всегда говорю. Также разные и все бактерии, и все грибы. Поэтому в препаратах, которые вы покупаете, вы должны быть уверены, что там гриб не просто кто-то пошел, выкопал травичку какую-то, соскреб микоризные грибы с корешка, кинул в эту упаковочку и вам продает. Нет, эти грибы изучены. Они выделены их. Если бы вы знали, как происходит вот этот отбор лучших грибов. Да даже самая дешевая, самая бедная, даже студенческая лаборатория делает сотнями, сотнями и сотнями вот этих проб, из которых достает что-то полезное. В итоге получаешь только что-то одно. И именно так пришло к нам, вот пришел целый набор микоризных грибов, которые в итоге входят. В итоге, после долгих изучений, после долгих изысканий, выделений, в итоге они все вот здесь, в этой одной баночке. И, ну, вот я вам даже сразу скажу, если у вас на участке растет, допустим, грецкий орех, довольно большой, вот у меня около дома, он больше 10 метров высотой. Я знаю, что самые лучшие микоризные грибы из рода гломус растут под грецким орехом, находятся. Потому что грецкий орех чрезвычайно чувствительный к микоризным грибам и требователен к ним. Поэтому, естественно, лучший будет расти там. Но при этом и там будет гломус, и там будет гломус. И вам всегда говорят, что гломус гриб может образовывать микоризу, ну, почти со всеми растениями. Гломус, как род гриба, действительно он, действительно может. Но у этого рода есть сотни и сотни различных видов. И растение само выбирает, какой вид ему больше подходит из рода гломус. А есть еще и другие. Ну, да ладно, мы не будем о них. Итак, набор самых ценных микоризообразующих грибов из рода гломус. Плюс еще, конечно же, ну куда, стремительный рост. Он же подразумевает, что нам нужен азот. Поэтому здесь еще и азотфиксатор. Здесь еще есть и фосфатмобилизаторы. То есть, это уже бактерии. И вот эта чудодейственная баночка, просто с простым названием, стремительный рост, должно перечеркнуть все остальное. Потому что ничего другого нам не нужно искать. Все уже есть здесь. Ну и представьте, приходите вы в магазин для того, чтобы найти что-то от вредителей в вашем саду. Кто-то начинает покупать сенную палочку для обработки по листу, метаризиум для того, чтобы внести в почву, бацилус тюрингиенсис для того, чтобы опрыскать от какой-то гадости, которая грызет листики у нас на деревьях, затем откладывает личинки в яблоки. А мы потом эти яблоки едим с мясом. Зачем покупать все эти препараты, если теперь уже есть простое название – антивредитель. И сразу же, без всяких задержек, я вам говорю о том, что антивредитель решает проблему любых вредителей. Здесь есть и бацилус тюрингиенсис со своими токсинами, парализующими питательную, пищеварительную систему листогрызущих. Это и охрана от капусты до яблони и груши. Все, где ползают какие-то гусенички, что-то подъедают, откладывают личинки – это здесь есть. Здесь есть грибы ликоницилум. Это грибы, которые настолько обладают широким спектром защиты от всех насекомых, листогрызущих, сокососущих, жарущих. Ну, это на самом деле реально панацея от всего, что вредит у нас в огороде. Ну, а как насчет того, чтобы улучшить почву? Ну, вот когда вы считаете, что ваша почва недостаточно плодородна, если вы до сих пор еще не поняли, что на самом деле в самой бедной почве присутствуют абсолютно все необходимые растения, микроэлементы и макро, даже в пустыне. Все равно есть все нужное, но оно только в форме песчинок, комплексных соединений, в форме газа. То есть в таком состоянии, когда растение даже при наличии влаги, воды, это все для себя никак не достанет. И тут почва улучшитель. Бактерии, фосфат и калий мобилизующие, азот фиксирующие. Ну, по сути дела, это настолько, это панацея. Но самое главное, что люди смогли объединить в одной упаковке то, что до сих пор продавалось абсолютно по отдельности. Нужно было покупать, тратить деньги, потом думать, как это можно смешать, в какое время что добавлять. Нет, сейчас это есть все в одной упаковочке, посыпали и имеем результат. Ну, а для тех, кто не особо понимает смысл вот в этом, вот калий мобилизирующий, азот фиксирующий, что это вообще такое, зачем это нужно, если можно щепотку какого-то минерального удобрения насыпать. Ну, вот кто из нас есть из 90-х, из 80-х годов? Ну, помните, как тогда было важно иметь какую-то тетю, дядю, которая может достать что-то, чего нельзя достать обычному человеку, да просто чтобы поесть. Так вот, это и тети, и дяди, которые достают то, что недоставаемое, мобилизируют то, что немобилизируемое и фиксируют то, что не фиксируется без них. Итак, почво-улучшитель с самыми ценными бактериями, объединенными в одной упаковочке. Ну, и, конечно же, куда без сенной палочки? Для всех тех, кто любит применять этот по-настоящему ценный природный продукт, ценный природный микроорганизм, есть и препарат сенной палочки. Казалось бы, а чем он отличается от всех старых? Да вот просто, потому что, наконец-то, взяли все полезные штаммы, которые присутствуют у большинства самых известных препаратов на основе сенной палочки. И объединили, ну, вначале проверили их совместимость, конечно. Все штаммы должны быть совместимы. Они же продуцируют антибиотики природные. И их здесь просто валом. И все они совместимы, и все они работают. И смысл этого препарата в том, что растение, наконец-то, само выберет ту сенную палочку, ту ее штамм, тот ее штамм, который будет работать именно с конкретным растением в конкретных условиях. И именно с теми веществами, которые выделяет конкретный штамм. Вообще шикарный, это препарат огонь. Ну, вообще не нужно думать, какой препарат работает, который вы до сих пор покупали. Просто объединение всех самых известных штаммов бактерий сенной палочки, бациллус субтинус. И называется этот препарат природная защита. Тысячи различных штаммов на протяжении уже больше полувека сенной палочки подробнейшим образом изучались. Их извлекают из природы по настоящее время. Постоянно появляются какие-то новые штаммы с новыми характеристиками. И лучшие из этих штаммов объединились в этом препарате. Природная защита. Ну и, конечно же, для тех, кто по-настоящему ценит пользу почвенных грибов. Метаризиум и баверия. Я думаю, что теперь, ну, тоже отпадет вопрос, задаваемый в комментариях. Можно ли совмещать эти грибы? Как они работают? Могут ли они вместе какой-то эффект оказывать? Не оказывают ли они эффект друг на друга негативный? Все, эти вопросы отпадают. Метаризиум и баверия объединяются в новом препарате. Защита комплексная. Почему комплексная? Потому что теперь эта защита будет работать и в почве, и над почвой. Потому что опрыскивать можно и по листу. И, соответственно, работать оно будет во всех стихиях, где находятся растения. И производитель всех этих препаратов уже нам известная фирма Профит. И вы знаете, ребята, на самом деле, многие заметили, что на баночках очень мало информации. Для тех, кто привык к каким-то сложным схемам разведения, использования, хранения, это, конечно же, нонсенс. Но это на самом деле реальная фишка, бонус. Это по-настоящему лучшая характеристика этих препаратов. Потому что никаких сложностей ни с использованием, ни с хранением этих препаратов нет. Поэтому и писать на баночках большие монологи по использованию нет нужды. Все очень просто. Если вы не хотите делать никаких растворов, оживлять, да просто берите, как в старину зерна, сеяли в землю. Вот так по грядочкам разбросали те же микоризные грибы. И все это будет работать. Все очень просто. Все очень природное. И все очень безопасное. И вы знаете, я рад, что хотя бы уже к концу 2022 года эти препараты появились такие у нас на рынке. Потому что на самом деле для любого биолога самое главное это созидание, а не разрушение. Самое главное защита, а не нападение. Поэтому эти препараты отвечают по-настоящему биологическому смыслу жизни нашему. Поэтому я рад, что наконец-то мы сможем решить хоть некоторые проблемы, ну хотя бы у нас в саду. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok